Вот, когда я делаю такую мануальную коррекцию, грузный мужчина, да, я же делаю это всем телом, то есть надавливаю на одну точку, и вот так вот, раз, и у него хрустит одновременно, и у меня хрустит, то есть двоя работают и уставляются позвонки, и у него, и у меня. Так, ну смотрите, еще раз показываю, для чего мы используем вот этот вот принцип покачивания, для того чтобы диагностировать, вот это наша первая задача, где у человека есть блок, вот такую аллегорию покажу, на змее, то есть наш позвоночник, он должен быть настолько пластичным, как змея, да, если мы передаем импульс из одной части, он должен доходить до конца, до хвоста, да, если он не доходит до хвоста, вот где-то здесь, да, заканчивается, вот видите, дальше не идет движение, видно это на камере, да, значит где-то здесь блок, вот, тогда мы переставляем руку сюда и проверяем дальше, вот, до куда идет, где-то вот отсюда, да, значит здесь еще один блок, и так мы проверяем умозрительно, где они находятся, импульс передаю в данном случае от поясницы, да, и вверх, и вниз, ноги ходят в согластье, да, здесь же не видите, что волна не переходит, тело переходит где-то вот досюда, видите, значит мы предполагаем, пока предполагаем, что где-то здесь у него зажато, чтобы поточнее предположить, второй рукой мы как бы диагностируем, первое задаем движение, да, вторую руку прикладываем, немножко вот к противопаде, да, они вот так вот ходят, второй рукой мы легонечко так чувствуем, где заканчивается движение, есть, вот есть пока, есть передается, у него достаточно пластичный позвоночник, у многих заканчивается где-то здесь, на середине примерно, да, вот смотрите, куда доходит, вот именно видите, куда глаза, я их могу вообще закрыть, и на другую сторону смотреть, тут важна чувствительность рук, глазами вы это никогда не видите, вот у него доходит прямо вот до сюда, импульс, все нормально, дальше просто голова закреплена в дырке, да, массажных столах, поэтому вот виденному движению не идет, и то же самое мы можем сделать в обратную сторону, да, проверяем, и запускаем туда, ну в принципе видно, да, и таз ходит, и пятки ходят, и колени, да, то есть свободный человек, это такой достаточно уникальный точек, когда все свободно, да, все достаточно подвижно, но я знаю, что Георгия у нас занимается спортом, поэтому в принципе это вполне реально, но тем не менее блоки могут быть в суставах рёберных, которые соединяются, да, с позвоночником, ну крестцы часто бывают, и вот здесь вот, да, поэтому мы будем сейчас воздействовать на позвоночник, как, вот тут, где грудной кифоз, да, мы надавливаем в низках правилах, где лордоз, мы вытягиваем вверх, шейный тоже, либо вверх, либо вращение, вот еще на шейном лордозе и поясничном лордозе мы используем вращательную технику, сейчас вам все это покажу, дальше крестец может быть у человека тоже стоять не на месте, его можно проверить вот так вот, прощупав пальцами здесь и подвздошной косточкой посмотреть, ну, лежа в этом случае не очень удобно, потому что клиент может лежать несимметрично, тогда мы его подравниваем, вот смотрим ось, опыт, да, вот спины, вот где-нибудь вот все впадинки, да, до черепа, чтобы он лежал симметрично, вот подтянули, проверили, ага, а теперь сможем, ну, либо сидя, сидя может построиться, и так же вы проверили, вот на месте, вот крестец, вот этот вот льдунчик, да, опять же, не знаю, на камеру, наверное, не очень видно, да, вот ось позвоночника идет, досмотрите, насколько вот это вот впадинки симметрично, все очень, в общем, идеально, то есть крестец, да, у нас клиента на месте, теперь для чего мы раскачиваем второй, вторая причина, да, для того, чтобы задать импульс и довести до предела, вот тут мы упираемся в лопатку, да, вот уголок лопатки идет, прямо в уголок, упираемся в нижнюю частью ладони, а здесь упираемся в нижнюю частью ладони, в косточку таза, вот где она вот такой, ребро у меня, да, мне удобно упираться от вот эту сторону, потому что мы будем растягивать, вот туда, наши все движения, потому безопасно, потому что они только на растяжение, тут мы тянем по диагонали, да, причем импульс нашего давления должен быть не в него, а чуть-чуть вперед, и, как бы, получается, в пол, вот туда на метр вперед в пол, и здесь тоже на метр, вот туда подогнали в пол. Значит, еще раз, раскачал, чтобы довести до предела, и дальше всем корпусом давлю. то же самое, не меняя стороны, не переходя вокруг лента, не крутясь, мы делаем в другую сторону, вот, дальше вот смотрите, меня видно полностью, да, просто импульс может быть, нет, покажи полностью, чтобы было видно руки, вот они прямые, видите, у меня руки, в данном случае прямые, я стараюсь, выпрямить, ну, вот тут вот не удается до конца выпрямить, да, но я стараюсь выпрямить, чтобы они были прямые, чтобы я не делал это руками, руки, мышцы рук, они могут немножко, ну, как бы, смазать движение, да, я это стараюсь делать корпусом, то есть я поднимаюсь прямо на носочках, и вот так вот, прямые руки, да, и вот так вот. А теперь импульс, смотрите, куда можно передать, либо мы его в таз, тогда акцент у нас будет, и хруст будет здесь, вот тут, да, поставили, либо мы, это вот просто может быть не видно, поэтому я про это говорю, либо мы на верхнюю часть даем, да, тогда здесь будет хрустеть, и сразу, ну, во-первых, предупреждайте всегда человеку, чтобы он дышал, еще раз повторюсь, можно сказать ему, сделаю вдох-выдох, вот тогда некоторые начинают очень затяжно это так делать, вдыхают, все на минуту, ну, выдыхают, а причем вдыхают в живот, покажу, вот этот опустится, и мы стоим, ждем. Поэтому я как бы акцентирую на том, что важен не вдох, а именно выдох, я вам говорю, лови мои движения и выдыхай, или просто, так, а теперь успокоились, расслабились, и дышите, просто дышите, вам делать ничего не надо, мне помогать не надо, угадывать мои движения не надо, просто делайте так, чтобы я слышал ваш выдох, услышиваемся и вместе с ним стараемся, синхронно, да, раз, два, три, вот, слышно было? Ага. Даже вам тогда было слышно? Видите, на одном выдохе я сделал три, раз, два, три. Тут от лопатки я уже перешел на мышечный вот этот валик, вдой позвоночника, и уже его выдвигал. Таким образом, если вот позвонок, мы до этого не проверили, могу просто показать, астистрат росточек, он может немножко вот повернуть, да? Таким образом он его пережимать либо верхняя, либо нижняя часть, может артерию, может нервы пережать, может даже какая-нибудь невралгия любезна от этого образоваться, или колось там, или в области грудина, да? Таким образом мы ее поставили. Мое движение было еще небольшим нюансиком, оно было немножко вот такое, заметили, да? С подкручиванием. Вот, это может только с оптом прийти, поэтому давайте как раз именно это попробуем сделать. Вот, Юля, давай подходи, чтобы потом перейти к более таким сложным техникам. Попробуй раскачать и понять. Чего я просто раскачу? Да, на середину ставь. Вот, во фазе. Да-да-да-да, давай. Так, молодец. Разве все получается. Попробуй вот отсюда лови движение. Видишь, там ноги очень свободно ходят. Здесь чуть-чуть подсложнение, но только вот в формате, видишь. Доходит сюда волна. Волна до сюда доходит. Давай, до сюда. Слабее просто, из-за того, что голова у меня запреплена. А у него еще очень грузы, но еще лупы у меня тоже есть. Да, теперь смотрю, вот лови вот это место, где косточка будет. Да-да-да, вот сюда. Правильно. И где косточка? Очень глубокое. А вот он. Вот он. В ту сторону, да. Я так раскачиваю. Да? Да. А потом надо вот это? Противо фазе. Это туда, это туда. Для чем мы так раскачиваем? Чтобы довести его вращение до предела. Когда вот корпус уже не идет, да? Можно так минуту-две так покачать, да? А потом резко надавливаем. Да, резко надавливаешь, только прямые вот. Понимаешь, это прямые? Да. Поставить по возможности. Да, вставай на носочки. Когда при моем у тебя руки, ты корпусом сверху, вертикально над ним находишься. Вот. Там надо было позвоночника. Вот. Давай. Ага. 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 А ты хотела туда или сюда? Тут, может быть, две стороны. Я же говорю и так, и так. Я вообще сделаю это так. Давай. Еще раз попробуем вместе. Так, мне тут не смогу надавить? Ну, давай. Еще раз. Упирайся. Сюда подогонали дави. Вот как он сползла. Ползла? Вот сюда. Ага. Бугаров чувствуешь? Цель надо закрепить жестко. Руки. 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 Да, да. Вот где. По всей затапке. Вообще, смотри. Надо попросить его, чтобы он еще. А тут все руки вниз. А так вот лучше. Да. И положил голову на бок. Можешь чуть-чуть вот сюда подниматься? Лицамом удову. Голову на бок. Больше плотнее чувствуешь. А, да. Все. Да, видишь? Мало? Массы дави. Массы дави. Массы, да. Ты сейчас руками пробовал. Движение правильное, только дави массой. Вот так. Корпус. На, ну, на вот. Прям вот. Вот так. Руки прямые, да. Всем телом. Всем телом. Не бойся. Его уж ты точно не сломаешь. Не получается телом. Как это не получается? Попробуй на столе вот так вот повиснуть. Просто висит, да? На своих руках. Ноги расслаблены. Вот ты телом качаешься, понимаешь? Не руками. Руки прямыми. Просто проверь. Еще ближе таз. Ноги согни. Ноги. Вот сейчас их нету, представь, что нет. Просто телом довольно тщательно. Так, телом без рук. Да, да. Вот, вот. Чувствуешь? Да. Теперь попробуй на нем как-то сделать. Ты на нем висишь, на прямых руках. Раз. Иди под ним так. Видишь, по ладони как ходят, смотри. Угу. Так. Ну-ка попробуй. Вот сюда, да? Глянь на него, давай. Ну да, не получается. А давай, может, если вы с вами поднимите чуть-чуть? Ой. Так, и отпущу. Да? На него, да. Получится? Ты веришь, давай. Раскачь, раскачь, скажи, когда. Выдох. Угу. Нет, так тоже не получается. Тоже не получается, да? Ты просто боишься, почувствуешь. А попробуй тогда. Раскачь, скажи. Попробуй. Раскачь, да. Ты правильно все берешь. Берешь все правильно, да. Давай, знаешь, попробуй на мышцы тогда вот тут надавить. Да, короче говоря. Руки, ты не старайся. И корпус тот прям висит на позвоночнику, да. Сейчас уже лучше, да? Да, да. Давай. Здесь тоже можно надавить. Да, давай, надавлю. Не руками, корпусом. Вот уже лучше еще раз. Еще раз дежим? Да. А, согнул руки. А руки не сгибаются, что ли? Ну, если, да, силы хватает, то можно, в принципе, согнуть. Я это сгибаю, почему? Ну, потому что я давлю бы туда. Смотри, эту руку я еще вот так достал. Можно и так, конечно, да. Но удобнее вот так вот. Чтобы противофаз действовать. И здесь я тоже выкручиваю назад. Раз, два, три. Попробуй. Здесь? Да. В другую сторону. На себя, на себя прям. Оооо. Да, да. А что? Да, да. Давид, ты будешь все равно в ту сторону. По диагонали. Ей в этом случае тоже нужно стол пониже опускать. Ну, по идее, да. Надо было бы тебе стол пониже опустить. Давай. Давай. Еще. Здесь? Да. Вот смотри, срываться ни в коем случае не должно. Поэтому мы вытираем масло. Кладем. Постанем сверху. Не нужно одежду, в одежде это делать. Поэтому жестко утепляет давай. Чтобы срыва никакого не было. Почти получилось. Теперь еще. Не опускаю. Держи. А это руку теперь на мышцы встать. в эту сторону. Вот. Вот корпус, да. Пожалуйста, чуть-чуть сюда. Снимаем. Чуть-чуть. Ну, в принципе, движение правильное. То есть еще так научиться корпусу. Так. Теперь смотри. Поясницу захватываем, да. Олег грустнее за нее вот эту сторону, которая не хрустнула. Вот эту? Да. Мы ее покажем еще раз, да. Вот смотри, даже кажется, у меня много силы, да. Но я ее так не расходую по фастикам. Стараюсь корпусом. Добыл бы на руку, правильно. Не хрустнула. Не хрустнула. Хрустнула, да? Не мешает полотенце? Не, нормально. Хрустнула где? Здесь, да? Ну, конечно. Вот, кстати, хруст тоже. Ну, во-первых, я еще повторюсь, это не есть самоцель, да. Но он, может быть, не слышен нам ухом. Он где-то там внутри бывает. А внутри был. Да. И хрустят не только кости, хрустят составчики. Хрустят не позвонки еще и ребра бывают. Ну, там много чего и схрустеть. Связки тогда идут на разрыв. И тоже такой, там просто другой хруст уже такой. Длинный такой. Не щелчок, но так. Так. Поясницу, смотри. Мы вытягиваем за кожу вверх. Единственное, что его тяжело схватить. Щипается, да, Димашка? Чтобы прохрустеть здесь, глубже, да, надо еще, помимо массажа, помимо всех наших подготовительных практик, простучать. Просто щипетиться. Вибрация всякая очень полезная. По почкам не стучим от этого, вспомним, да? Тут можно стучать. Тут как бы промахиваемся легонько и опять посидываем. вот такую делаем, ладошку вакуум, да? Чтобы не попадать на ассистые отростки, чтобы их не травмировать. И стучим в руку. При этом я стучу, смотри, не вертикально вниз, да? А чуть-чуть вперед подаю, как бы вперед. Пальчики мои чувствуют вот эти ассистые отростки. И как бы их чуть-чуть подбивают вверх. Это, опять же, наша декомпрессия. То есть мы вперед чуть-чуть декомпрессируем, да, эти подвонки. То есть передаем сюда импульс. Они уже расслабились. И теперь можем делать следующий мастер прием. Когда мы устанавливаем руки вот сюда. Сюда это куда? Область почек проходим, да? И чуть выше, где вот начинается, как правило, подъем позвоночника, да? Вот прям вот это вот чуть выше вот сюда. Ставим две руки. И при надавливании чуть-чуть как бы доворачиваем. Понимаешь? Можно ставить как? Можно ставить одну рукой, в принципе, одной рукой давить, да? Но, опять же, не на позвонки, не на вот эти ассистые отростки. В данном случае они у нас проходят вот в эту ложбинку, да? А мы как бы вот этими мускулками, мышцами, мякотью, да, давим на окружающие мышцы. Вот. Я сейчас специально не давлю. Хочу, чтобы ты по колбула. Давай, подходите, да? Что, начинаем с поясницы? Или не будем мучить? Ну, давай не будем мучить это. Так, что простукиваем. А, да. Кстати, давай сейчас просто замечу. Вот это вот за кожу тоже можно поднимать до того места, где она, где она поднимается. Она достаточно толстая. Тяжело схватить. Ну, примерно, как правило, до сюда бывает. А дальше мы и так можем схватить человека. Не за что его схватить, к сожалению. И потрясти за кожу, вот так, да? Избавляя его от сколиоза. От вот этих смещений туда муков. Да? То есть в этот момент тоже уже будет такой хруст. А сейчас мы опять делаем декомпрессию в эту сторону. Давай, подходи, постучи его сначала. Сначала вот так, да? Да, да, да. Вот тут опираешься. По зонкам иди. Угу. Ну, да, вот. Немножко я стучусь на него. Легкий, сильный. Давай на этот удар. Угу. Да, простучи его, как сказать. Угу. Да, простучи его, как сказать. Мышечный. И вот. Не на позвоночке, а рядом. И попробуй прямой рукой, вот эта рукопрямая. Да, это усиливает движение. Попробуй туда, вперед. Вниз. Да. Да. Тоже, примерно, на метр от стола, вот туда, примерно, твой гектор в прошлом движении. Угу. А как получается, скажи? Угу. 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 Так это получается, вот позвоночник мы ставим рядом, да? Рядом, да. Так. И теперь мы... И дополнительно во время ударов, как немножко разводим, резко. От себя. От себя. Угу. 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 exactly, нет! Ну, не к позвонку продавали, от него. Только вот эти,bourne. А, только вот это. Да. Получается? От Twitter уже не хватает всего силы, и ты сверху не можешь Тогда делаем такой тайский вариант, попросим на колени чуть-чуть, соединить, да? Залезть на стол, забирать вот сюда колени. Начинается самое интересное. Да-да. Не-не-не, я сам вынужден. Что-то как на коня заберет себя. Я думала наоборот надо. Ну и так тоже можно попробовать. Попозже так. Теперь упираться вот сюда. Руки прямые. Твоя спина прямая, ровненько, идеально. И вот всем корпусом постарайся. Раз, вперед. Да ты не руками, а корпусом. Как будто ты падаешь на него. Да. Молодец. Смотри, теперь, если тебе не хватает сил, вставай еще сюда. Ну, вес твоего примерно не хватает. А, руки? Да. Да. То есть здесь ты встаешь на носочки. Ноги прямые. Подальше, подальше, подальше. А как? Ноги прямые. Ноги прямые. Подальше, подальше на ноги. Прямые? Да. И вот так вот. А как же я не смогла? Сейчас в тазах. Нет, таз вперед. Ну, как бы, смотри, у тебя движение возьмется вот такое. Не так показал. Как показать-то? Нет, так не получится. Получится. Может, просто ноги немножко по-другому. Как удобнее, сделай. Я не понимаю. Ну, я же должна повернуть еще. А так, если я не украсть, то поверну. Да, повернешь. Ты немножко подпрыгиваешь, в этот момент поворачиваешь. А мне еще подпрыгнуть надо? Да. Какая гимнастика? Практически гимнастика, да. Парная йога. Опустись тазом вниз, ровно, стой, выпрямь, выпрямь, спину. Ты больше упасна, наверное, да? Наверное. Да, да, да. На тебя упадут. Так, ну, что у меня теперь, чтобы подниматься вот так. Так, слезь, я покажу. И смотри, досать. Смотри, вот сбоку посмотри на мою спину. Спина, видишь, как? Ага. Прогнулась вниз. Ага. Я, вот, руки прямые, да? Ага. Теперь смотри. Вот, уже было тут два хорста, да? Теперь, если мужчина еще более грустный, еще более тяжелый, да? Бывают такие, что там мышцы деревянные. Извиняем тебя, встану. Видишь? Ну, ты не поднимаешься. Ты просто как? Я даже не поднимаюсь, но тут моего веса уже хватает. Ну, конечно. Вот, я практически прямой. Ага. На носочках. Давай, давай, сменись, залазь. Если у тебя не хватает сил просто, поэтому... Ну, на носочках я как-то не буду. Вот, маневрируйте сами, да, для себя. Либо вы одной рукой достаточно, либо с утяжелением для тех, кто посильнее, либо двумя руками. Вот, всем весом, видишь, я уже перехожу, над ним вешу, до движения. Либо тогда залазишь сюда, повыше. Да, вот, давай. Прямая спина, прямые руки. Прямая спина, прямые руки. Ключами больше нам движение должно быть. Ключами. Сейчас, да. Да, вот, видишь? Ну, хоть уже, видишь, другое ощущение. У нашего подопечного. И теперь попробуй все-таки. На ногах. На ногах. Так. Поза крокодила, так называемая. Теперь подгибайся, да. На, не прогибайся, да. Мышь, если перестань. Я еще сделать не смогу. Прогибайся. И плечами, ну, основные плечами. Прогибайся, вот, так. Что, получилось? Давай. Да, да, да. Вот. Видишь? А мне так сделаете? Тебе? Да. Я могу бы сделать. Сейчас сделаем, да. И скажи, вот это последний раз было ощущение? Да, да. Нормально. Вот видишь, уже нормально. Передается тот тыкл, с которым нужно, наверное, Косте. Еще лопатки, да? Там под лопатками. Или как мы делали? Лопатки, давай покажем тоже, как мы делаем. Вообще руки, смотри, на ручку с ними себе. Лопатку. Первый способ. Ну, можно поднять вот так вот, да? Передерживая ее. И продавить вот туда. Вот это надо опять же, да? Чтоб сильнее было давление. Это непрямые подтяжки, вы видите? Угу. Лопатки, чуть-чуть с поворота. Вот туда. Ну, тут хорошо слышно было, да? Угу. А если так не получается, да, то еще есть лучше способ, когда мы ставим вот, практически перпендикулярно, да? Лучше запястную косточку. И делаем, вот так подерживаем его лимонечко. И делаем то же самое. Попробуй сделать еще, не только так, а еще вот руку под людей. Вот. Лопатка прямо вот сюда. Да? И то же самое. Вот тут, кстати, сверху хорошо. Да. Тут самое вот. Там, где шея. Вот. Этот прием хорош здесь. Ну, опять же, для женщины, наверное, достаточно тяжелого. У меня руки. Килограмм по 25. Сможешь поднять? Да. Ну, давай с этой стороны, да. Значит, мне нужно попробовать захватить, да? Вот так? Нет, подожди. Сначала вот так. А, сначала вот так. Заводишь руку, да. Да. Ага. Эту руку вот тут держишь. Держу. А здесь сразу локтем. Вот так вот. Да. Переволожи голову. Прямо локтем, блин. Локтем прям. Локтем прям. Прямо локтем, блин. Локтем прям. Остреем. Угу. Больше скучивания. Туда. От шеи. Вот. Ну, естественно, это все с опытом определяем. Сейчас, ну, просто ты для себя определяешь, как тебе удобно держать. Ага. А теперь попробую его подмышки вот схватить за плечо. Большой такой захват, да. И здесь вот хорошо воздействует именно на вот этой косточке. Вот сюда дави локтем. За шею. Больше. И поднимая плечо. Да, и поднимая плечо. Тоже на поворот такой, да. Опа. Это очень тяжело. Да? Конечно. Он 25 килограмм держать? Ну, смотрите, да. С таким человеком, конечно, тяжело. Что-то еще тебе сделать? Нет. Делай эту станцию. Вот. А бывает так, что, на самом деле, это достаточно грубая техника, да. Если человек хрупкий, то вот не рекомендую это все делать лежа, да. Рекомендую все-таки на стуле то же самое. Просто сидя. Он заводит руку и так же выключил ему. Оттягивайте в сторону. Ну, сидя сейчас попозже покажем. Самое главное, предупреждайте, чтобы он ничего не помогал. Не делал. Не подсказывал. Да? Просто расслабился. Повисит. Вот. Держи. Останавливаем, да. Будем давить вот так вот. Уже ключок поднимается, да. Упираемся. И туда под лопатку. Держи. 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 Теперь берем все плечо. Сохватываем. Видно, да. Чувствую, что он очень мощный. Я поэтому давлю не всей плоскости, а стараюсь острием как раз попасть на самые проблемные вот эти места. То есть те же бугорки мышечные, да, вы можете прочувствовать и локусы, на самом деле. Прочувствовали и на них нажали. Так. Теперь перейдем к шею, да. Так. 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 Что мы в ней делаем? Так же. Против клиента. Поддержите меня уже. Плечи. Плечи. Вниз. А голову на ногу. Подходите повлечь, чтобы не было. Так. Не мешает. Голову на ногу, да. Лучше подложить. Да, в данном случае плохо, что стол с дыркой, поэтому попытайтесь чуть выше лечь. К голове. Да, чтобы он лежал. Вот. Дырка нам мешает, нам самое главное, чтобы был упор в стол, да. Мы берем, предупреждаем клиента, прежде всего, чтобы он не шевелился сам, ничего не делал, да. А берем его голову. Мягко отводим вот так вот. В диагонали, ну, куда-то вот, к почкам, что ли примерно, тянется его шея, да. Вот видите. Максимально она в этот момент растянута и расслабленная, в том-то и дело. Далее мы будем поворачивать голову вот сюда. Получается, он касается скулой. Две скулы у человека, да. Одной скулой он лежит ровно на столе, должны понимать, да. Наше движение будет в противоположную точку на черепе, и мы вокруг скулы будем его поворачивать. То есть, в момент вращения вы должны понимать, вот под этой точкой находится скула. Понимаете? Вращение будет вокруг нее. Теперь нам надо захватить его таким волшебным захватом. Вроде бы за череп, да, пальцем, а с другой стороны вот этим пальцем большим за вот эту точку самому. Ну, такую максимальную упирающую, да. Вот. Потому что мы будем двигаться одновременно и вбок вот сюда, по вот этой вот, да, вокруг вот этой оси. И будем на отрыв череп вот сюда вести, в эту сторону. При этом этой рукой мы делаем в противоположную сторону упор и движение. Соответственно, ну вот, не вниз, да, не в него, а под этой диагонали вот туда. Если шея лежит под диагонали вот такой, да, оси, то мы движение немножко больше наклоняем. Вот такой. С доворотом, обязательно с доворотом. Вот, смотрите. Опять же, если клиент напряжен, предупреждаю, так, расслабили шею, расслабили плечо. Отвлекаясь от такого маневра, ему говорят, что самое главное это плечо, плечо расслабляй. Чего, что тут сидишь, не понимаешь, что надо сделать. Ух ты! Уже хрустело все, вплоть до вот этого позвонка Атланта, который держит наш череп. Там часто бывает зажима. Глаз! Почувствовал, да? Ничего такого не хочу делать. Вот. Это страшно такое выглядит. На самом деле, человеку после этого очень приятно. У него сразу... Я потом знаю, что происходит. Да? Потом кайф. Потом кайф, да. Еще раз берем его голову. Просим, чтобы он сам ничего не делал. Видите захват? Смотрите, я поворачиваю теперь вот сюда. Тут как бы можно повернуть две стороны. Либо вот туда, да? Если не доходит до позвоночника Атланта именно, да? То второй, до ворот еще. Вот туда второй раз. То есть два раза. Смотрим? Ага. Опять же, чтобы рука не сходила. Это просто для вас я его открыл, да? Плечо должно быть накрыто. И вот сюда. А, блин. Ну ты живой? Круто, да? Вот видите, если не подходит движение по диагонали, то тогда подсево позвоночника подсево позвоночника. Вот сюда. Это то, что я говорил. Ротация, да? Всех шинных позвонков. Мы их ротируем. В данном случае, вот в этом положении это уже достаточно. Может дальше ничего не делать. Основные упражнения мы будем делать либо сидя, либо стоя, перевернув его лицом вверхом. Можно теперь меня показать?